Привет, мои дорогие друзья! В этом уроке мы продолжаем разговаривать об итальянских предлогах и в этот раз поговорим о маленьком, но очень важном предлоге. Это предлог А. Давайте посмотрим, чем он может быть нам полезен. Итак, одна из его основных функций называется motuologo, либо же statuologo, то есть движение вместо, либо же нахождение вместе. В этой функции предлог А отвечает на такие вопросы, как куда и где. И в русском языке, и это очень важно, соответствует таким предлогам, как в или на. Давайте рассмотрим примеры. Vado al comitio. Я иду на митинг. Son al comitio. Я на митинге. Я уже там нахожусь. Кстати говоря, против чего будем протестовать? Пишите в комментариях. Необходимо также отметить, что в этой своей функции предлог А пересекается с предлогом in, который в свою очередь тоже переводится как в. И тут у нас возникает закономерный вопрос. Так есть ли какая-то разница в их употреблении? Да, конечно же, есть. Например, когда вы говорите о городах, то название городов нужно использовать исключительно с предлогом а. Например, арома в Риме. Ну а когда мы говорим о названиях стран, то страны мы должны использовать с предлогом in. Например, in Italia в Италии. Также с предлогом in используется название континентов и провинций. Кроме того, дорогие друзья, есть очень важный момент. Существуют определенные существительные, которые принято использовать либо с предлогом а, либо с предлогом in. Их список не бесконечный. И с другой стороны, наблюдая, как к этому вопросу относятся сами итальянцы, я заметил, что они не очень соблюдают этот принцип. И поэтому с такими существительными, по факту, использование предлогов а и in является довольно-таки произвольным. Также необходимо добавить, что предлог а, когда он переводится как в, используется не только в пространственном, но также и во временном контексте. Давайте рассмотрим примеры. Обратите внимание, что в этих контекстах предлог а используется в чистом виде и не сливается с определенным артиклем. Но с другой стороны, если мы с помощью предлога а обозначаем время, то есть отвечаем на вопрос во сколько говорим, во сколько что-то происходит, то тогда предлог а употребляется исключительно в слитной форме с определенным артиклем. Например, а ле тре в три часа дня. И еще один очень важный момент касательно употребления предлога а, когда он используется в связке с другим предлогом да. И получается конструкция да а, либо же да ле а ле, который переводится с, по, либо же от и до. Например, до Рома, а Наполи. С Рима до Неаполя. Далле тре а ле кватро. С трех до четырех часов. Далю нэ би а венер би. С понедельника по пятницу. Дорогие друзья, следующая функция называется комплименто индиретто, то есть косвенное дополнение. На просторах ютуба есть много замечательных каналов, где различные преподаватели, блогеры обучают итальянскому языку свою аудиторию. И вот эту функцию предлога а они примерно раскрывают как, ну вот когда вы кому-то что-то делаете, и тогда вот перед ним ставите предлог а. Но я считаю, что намного эффективнее понять эту функцию, сопоставив ее с дательным падежом. Потому что по факту здесь предлог а образует дательный падеж. В русском языке мы меняем само слово, добавляем определенное окончание. В итальянском языке, чтобы получился дательный падеж, перед существителем нужно поставить предлог а. И обратите внимание, когда китаец или может быть американец изучает итальянский язык и доходит вот до этой функции, ему намного сложнее, потому что в их языках дательного падежа нет. Им приходится учить все глаголы, абсолютно все глаголы, после которых надо ставить дательный падеж. Потому что глагол является первопричиной употребления падежа. Потому что если мы сейчас возьмем и проанализируем абсолютно все глаголы, то половина из них отвечает на вопрос кого, а половина из них отвечает на вопрос кому. Вот те, которые отвечают на вопрос кому и требуют использования после себя предлога а. То есть дальше стоит какое-то существительное, и мы перед этим существительным ставим предлог а, ставив его в дательный падеж. Вот обратите внимание, видеть кого, звонить кому. Приглашать кого, дарить кому. Знать кого, отправлять кому. То есть вот эти вот все глаголы, которые отвечают на вопрос кому, после них используется дательный падеж. Те глаголы, после которых идет вопрос кого, это винительный падеж, а в итальянском языке он нулевой, то есть ничего не ставим. Например, Я вижу клиента, но Я пишу клиенту, потому что глагол ведере отвечает на вопрос кого, видеть кого, и здесь никакого предлога употреблять не нужно, а глагол скривера писать уже отвечает на вопрос кому, то есть писать кому, и после него нужно ставить в дательный падеж, и соответственно использовать предлог а. Я пишу клиенту. Вот один мой знакомый по имени Дмитрий как-то выполнял упражнение вместе с преподавательницей итальянкой, и там как раз нужно было понять, где нужно ставить предлог а, а где не нужно. И она заставляла его подвергать глаголу такому какому-то очень сложному анализу, например, того, что транзитивный, нетранзитивный, у него была куча ошибок, а ему просто сказал, Дим, ты сейчас возьми и каждому глаголу задай вопрос, и те, которые отвечают на вопрос кому, после них ставь предлог а, а те, которые не отвечают, не надо, и все. И он это упражнение сделал за 3 минуты, и все ответы оказались абсолютно правильными. Поэтому, когда мы говорим об этой функции, просто проводим параллель с дательным падежом, то есть по факту это дательный падеж. И совпадение с русским языком идет, ну, наверное, там на 99%. Да, есть, конечно, глаголы некоторые, которые не совпадают, например, глагол аютары, потому что у нас помогать кому отвечает на вопрос дательного падежа, кому помогать кому, в итальянском языке помогать кого, да, то есть требуется прямое дополнение, и в дательный падеж после глагола аютары уже ставить не нужно. Но это, скорее всего, исключение а. В основной своей массе глаголы в плане употребления дательного падежа совпадают. Поэтому, когда вы употребляете здесь предлог а, не нужно ломать голову, там, задумываться, подвергать какому-то анализу, просто задайте вопрос. Ну, просто посмотрите, поставили ли вы в данном случае дательный падеж в русском языке или не поставили. Если поставили, ставьте и в итальянском. Единственное, что с вас требуется в этом моменте, просто будьте внимательными к русскому языку больше. То есть, когда вы ставите в дательный падеж? Потому что мы это делаем, конечно же, на автомате. А вы сейчас присмотритесь и проанализируйте. Ну, а теперь давайте посмотрим примеры. 100 телефонов. Андуа Трамп. Я звоню Трампу. Ну, а кому мне еще звонить? Не Зеленскому же. Виа, Либера, А! И многоточие. То есть, зеленый свет, и дальше вы должны в комментариях написать, то есть, чему нужно дать зеленый свет. Ну, это получается такой политический лозунг. Напишите обязательно в комментариях, и будет ваш пример по употреблению дательного падежа. И это предложение как раз будет отвечать на вопрос, чему? Потому что предыдущее с Трампом кому, а здесь уже чему? Кроме того, с помощью предлога А формируется и сам вопрос дательного падежа, то есть вопрос кому? Каким образом он строится в итальянском языке? Итак, берется вопросительное местоимение КИ. КТО? И ставится форму дательного падежа. КАК? С помощью чего? С помощью предлога А. Мы ставим его впереди, и получается АКИ. КАМУ? АКИ СТО ТЕЛЕФОНАНДО? КАМУ ТЫ ЗВОНИШЬ? СТО ТЕЛЕФОНАНДО АТРАМ! Кроме того, дорогие друзья, не забывайте, что есть такая тема, как прямые и косвенные местоимения, среди которых есть ударная форма, то есть преноме ТОНИКУ. И вот там обратите внимание, те местоимения, которые являются косвенными, то есть отвечают на вопрос, кому сопровождается предлогом А. Например, АМЕ, АТЕ, АЛУЙ, АЛЕЙ, АНОЙ, АВОЙ, АЛОРА. А если вы недостаточно разбираетесь в этой теме, то обязательно посмотрите мой урок на эту тему. Он есть на канале. Это одно из самых первых видео. Кстати, дорогие друзья, пришло время партийных взносов. В описании под видео вы найдете все необходимые реквизиты для их перечисления. И не забывайте, я работаю на вас и для вас. Еще один способ употребления предлога А, дорогие друзья, называется НОДО ОМАНЬЕРА, то есть способ, либо же образ действия. И в этом своем значении предлог А отвечает на вопрос КАК и является составной частью многих устойчивых выражений. Давайте посмотрим на некоторые из них. АПЕРИ, ПЕШКОМ. АМЕМОРИЯ, НА ПАМЯТЬ. АПАРОЛИ, НА СЛОВАХ. В рамках этой же функции предлога А я различаю вот такие оттенки его употребления. Предлог А здесь показывает, как это сделано, подобно кому. Ну или же, если такой не совсем элегантный, но тем не менее правильный вопрос, по-каковски. Давайте приведем примеры. МАТРИМОНИО АЛЬ ИТАЛЬЯНА. Брак по-итальянски, свадьба по-итальянски. Обратите внимание, что здесь предлог А используется в слитной форме с определенным артиклем обязательно. Вот. Или же АЛЛА РУССА по-русски. И обратите внимание, здесь не идет речь о говорении. То есть это не когда мы говорим по-русски. Там все намного проще. Просто ПАРЛА РУССУ и все. Вот. А именно что-то по-русски сделано. Например, есть такое понятие, как СЕРВИЦИО АЛЛА РУССА. То есть способ подачи блюд по-русски. Я специально загуглил этот оборот АЛЛА РУССА и к моему великому удивлению обнаружил, что самый популярный поисковый запрос это ЛЕ ЛАБРА АЛЛА РУССА. Губы по-русски. Это, представляете, когда вот утиные губы, которые ботоксом напичканные, это у них называется губы по-русски. Кроме того, в этой функции предлог А используется для названий блюд, где акцент делается либо на главный ингредиент этого блюда, либо же на рецепт, по которому это блюдо было приготовлено. Например, СПАГЕТТИ АЛЛА КАРБОНАРА ПЕННЕ АЛЛА МАДРИЧАНА ПАСТА АЛЛ ПОМОДОРО ПИЦА И ФУНГИ ИНСАЛАТА АЛЛА РУССА МЕЛАНЗАНЕ АЛЛА ПАРМИДЖАНА ТЕ АЛЛ ЛИМОНЕ ДжЕЛАТО АЛ ЧОКОЛАТО Конечно же, в этой ситуации можно использовать и предлог КОН, но тогда вот этот ингредиент, который мы показываем этим предлогом, не будет являться главным, а всего лишь второстепенным, вторичным или просто добавленным. Также среди функций предлога А различают такую, которая называется МЕДЗО, то есть СРЕДСТВО. И в основном эта функция употребляется для описания, что, на чем и каким образом работает. Например, БОМБОЛА ГАЗ, ГАЗОВЫЙ БАЛОН, ТРЕЙНО А ВАПОРЫ, ПАРОВОЙ ПОЕЗ, ну, в общем-то, ПАРОВОЗ, либо же ФОРНО ОЛЕНЬЯ, ДРОВЯНАЯ ПЕЧ, где пекут самую вкусную пиццу. Это не все, дорогие друзья. Есть еще одна интересная и полезная функция предлога А в итальянском языке. Дело в том, что когда мы используем два глагола подряд, и первый глагол стоит в форме лица, испряжения, а второй в форме инфинитива, то иногда эти глаголы связываются предлогом, а иногда нет. И здесь уже надо знать конкретные глаголы, потому что некоторые не связываются, то есть между ними нет никакого предлога связки. Некоторые связываются предлогом ДИ, а некоторые связываются предлогом А, например, глагол АндАРЫ, то есть если вы употребляете этот глагол, и дальше стоит еще какой-нибудь другой глагол, то между ними должен стоять предлог А, например, ВАДУА БАЛАРА, Я ИДУ ТАНЦЕВАТЬ. Дорогие друзья, полный список глаголов, после которых должен стоять предлог А для связки с следующим глаголом приводится в описании к этому видео. Обязательно загляните туда. Ну что же, это были наиболее важные моменты, которые касаются употребления предлога А. И напоминаю вам, что итальянский язык это язык предлогов. Самих предлогов в итальянском языке не очень много, но за каждым из них стоит много разных функций. И так или иначе, в каждом предложении встречается один и более предлогов в разных функциях. Поэтому, если вы владеете предлогами, вы владеете итальянским языком. Также, мои дорогие друзья, хотел выразить вам благодарность за то, что вы мне пишете, потому что я читаю абсолютно все ваши комментарии. Конечно же, не всегда нахожу время, чтобы не их ответить, но эти комментарии для меня очень важны. Я читаю каждый ваш комментарий, поэтому ставьте лайки, пишите, и, дамы и господа, можете в этот раз скрепить ваш добрый посыл звонкой монетой. Я же вас целую, обнимаю, и совсем скоро увидимся в следующем занятии. Все реквизиты для донатов в описании к этому видео. Чау-чау-чау-чау-чау.